Пожалуйста, обратите внимание на форму челюсти. Я пока буду рисовать, а вы посмотрите на соотношение ширины челюсти и на высоту челюсти. Высота у нас меряется от губы до низа, до подбородка, а ширина по желудокам по этим. Друзья, у нас физиономика различает четыре типа челюсти. Начало идет от физиологии. В животном мире челюсть – это такое оружие защиты, атаки, захвата. Именно челюсти, да. Собственно, ширина челюсти нам говорит о чем? О мобильности и о средствоустойчивости. Постым языком, чем шире челюсть, тем более средствоустойчив человек, потому что давление, которое на него подается, он может перенести в разные точки. Собственно, вот тут у нас средствоустойчивые типажи. Дальше. Высота челюсти говорит о силе удара, о силе захвата, о силе напора. Чем выше челюсть, тем более напористый человек. Скажем так, если вступать в открытую конфронтацию с Эрикой, мы говорим о первом типаже, шансов нету никаких. При этом посмотрите, пожалуйста, на тонус щеки. Щека немножечко, можно сказать, впалая. Это говорит об энергетике. Энергетика очень активно расходует свою энергетику. Собственно, не бережет себя ни при каких обстоятельствах. И остальных, причем остальных тоже не бережет, она же по себе меряет. Зачем других беречь, если я сама… Собственно, мы имеем дело с очень серьезным воином, с очень серьезным, скажем, бойцом, который в любых обстоятельствах продавит любую ситуацию до конца. Что бы там ни было, нет шансов, что Эрика проиграет. Абсолютно. Единственное, что тебя приземляет, это губы, которые являются сенсором самым ярким. И у тебя хорошо развитые губы, и поэтому ты чувствуешь людей. Но, поверь мне, на фоне остальных опасность абсолютно для тебя не страшна. Вот давайте посмотрим. Екатерина Васачья. Челюсть на пропорциях лица, мы говорим о пропорциях лица, уже и тяжелее. То бишь, она ударная достаточно, но при этом не маневренная. Если говорить про Светлану Лабуду, то тут идет стрессоустойчивость хорошая, но отсутствие напора достаточного на самом-то деле. Можно компенсировать волевыми усилиями, но это потом на лице некрасиво выражается. И вот есть четвертая челюсть. Это генетически самая слабая. Скажу, что такие люди очень хорошо чувствуют окружающую среду, и поворачиваются к опасности лицом. Потому что надо видеть своего оппонента, своего противника в лице.